Это самый известный спектакль Театра операции Будапешта. Это идет в Будапеште на венгерском языке. Но мы сделали сюрприз для зрителей Черновца и Западной Украины. Переведено спектакль на украинской мове. И будет выгущая строка. Петь будут по-венгерски. А все содержания можно будет прочитать бегущей строкой зрителям вашего прекрасного театра. Сегодня у меня была очень плотная программа. В начале стилетии с господином Михайловичем с ним обсудили организационные моменты этого спектакля. Сколько людей будет приехать, какая программа. Передали афишу и прочие организационные мероприятия мы обговорили. После этого я встречался сейчас с замом господина председателя областной рады. И после этого я встречался с Папиевым губернатором. Мы обговорили эту встречу основную. Я надеюсь, что приедут и официальные лица на мероприятия из Будапешта. И я думаю, что наш разговор область будет продолжаться. И я рассказываю господину губернатору о том, что завтра будет встреча наших премьер-министров. Мы большим ожиданием смотрим на эту встречу. Потому что Угорщина, как вы знаете, поддерживает евроинтеграцию Украины по всем вопросам. Я обязательно буду здесь. Я буду эту труппу сопроводить. Я буду здесь с вами встречаться. Я сейчас второй раз приехал в Черновецкий област. Я раньше здесь не побивал. Для меня это очень интересное место. Я надеюсь, что больше людей буду узнавать в будущем. И с тем самым наши страны добрососедские отношения будут строить. Я хотел бы рассказать о том, как эта идея возникла. И каким образом здесь будут представлены этот спектакль «Сильва». Вы знаете, я второй раз сейчас нахожусь в Черновцах. Первый раз я был только ознакомительным визитом у господина Папиева и господина Хойничеру. И тогда возникла такая идея, что я сделал предложение. Тогда еще не знал, что можно ли это все организовать, чтобы сюда приехать. Я от операции Будапешта. Не жители Черновцевой области ехали в Будапешт. Хотя мы всех вас ждем там. А вот Будапештский театр именно представил здесь себя. Потому что вы многие, наверное, знаете, что этот год является годом Средней Европы. Есть такой альянс Среднеевропейской инициативы. И эту Среднеевропейскую инициативу в этом году председательствует Угорщина, Венгрия. И в честь этой программы, вот этой программы, мы организовали показы культурных программ. Потому что мы считаем, что так как входит в этот альянс и Украина, и Угорщина, естественно, еще кроме этого 17 государств, что именно нас соединяет одно культурное пространство. Украина и Угорщина. Мы хотели показы, что в самом деле такие колоритные национальные художественные мероприятия, как операция. Узнайте, что операция это венгерская изобретения, вот один из самых видеосвящихся композиторов, Имре Калман. И его главная работа это Силва, Сардас királynопа венгерской. Этот спектакль идет в Будапеште уже многие годы, мы приглашаем всех людей, мы попросили здесь город нам помочь городскую администрацию, областную администрацию, чтобы как можно больше и больше людей пригласили. Мы продавать не желаем эти билеты, пригласить желаем всех зрителей на этот спектакль. Вариант этого спектакля будет тот же самый, который в Будапеште. Трупа приезжает большая, всего 115 человек с двумя автобусами, с двумя большими камионами. Привезут сюда всю декорацию, живая музыка будет, живой оркестр, карда балет. Поэтому публика в вашем городе получит тот же самый спектакль, тот же самый уровень, с которым люди могут познакомиться в Будапеште, в родном театре. Это, конечно, и фирменный спектакль, часто выступают за границей. На фишах видно, где они были в прошлом году, в каких городах побывали в мире. И после западной Украины через пару недель они поедут в Берлин. Там будет у них 10 спектаклей. Поэтому я думаю, что все ваши люди, которые получат возможность попасть на этот спектакль, останутся довольными. Это наше первое такое культурное мероприятие в вашем городе, в вашей области. Хотели бы продолжить эту начинающую традицию. С одной стороны, с другой стороны, привлечь ваши культурные группы, чтобы могли выступать и в нашей стране. У вас прекрасный филармонический оркестр, город развитой культурой. Поэтому я думаю, что генеральное консульство в Ужгороде может способствовать такому культурному обмену.